Ну что, товарищи, у нас очередное занятие по кружка по капиталу Маркса. Ну если коротко, мы на прошлом занятии прошли, в частности, воздействие фабрики на рабочего и как влияет производительность труда на жизнь рабочих. И вот по этому поводу на том занятии не было сказано, а вот сейчас можно добавить, что самая высокая производительность труда, как мы знаем, промышленности, в пищевой промышленности у нас. То есть в космической промышленности, скажем, там нет никакой производительности труда. Там ходят берых оратор с отвертками вокруг ракет этих, и там гаечку завинтивают, потом на нее полюбуются, потом следующую возьмут, еще завинтят. А в пищевой промышленности, там вот как из пулемета, эти баночки, бутылочки, пакетики, они летят, и все это относительно дешевое мы видим на приравках в магазинах. И там и были производительные машины, когда вот на 100 тысяч этих баночек там 7 человек наблюдало за работой машины, а теперь купили еще более производительные, где уже 2 человека наблюдают, и зарплаты там самые низкие. 20-25 тысяч до 30, там большая зарплата считается. Так что вот это еще один аргумент современный в пользу того, что сама по себе производительность труда, ее рост, не несет никакого благосостояния рабочих при капитализме. Наоборот, интенсивность труда рабочих возрастает, потому что эти бутылочки, они там время от времени скапливаются в заторы, их там пучат, они там выпадают, рвутся, мнутся, бьются, и туда надо лететь, быстренько все это дело разруливать. Работа эта очень тяжелая, а вот оплата вот такая, и высочайшая производительность труда. Ну это вот относительно нашего прошлого занятия, тема нынешнего нашего занятия «Фабрика». Ну и давайте вот, что такое «Фабрика»-то, вот как ее определяет? Тут такое двоякое определение. Доктор Юр Пинтер, он с одной стороны ее описывает, и с другой стороны. Пинтер, да, античный парень, да? Какой-то античный. Экономист времен Маркса. Да. Доктор, скажем, доктор, а докторов не было в античном время. Ну, там были академики. Пинтер, да, с одной стороны описывает «Фабрику» как кооперацию различных категорий рабочих, взрослых, несовершеннолетних, которые с опытностью и приезжанием наблюдают за системой производительных машин, непрерывно приводимых в движение центральной сирой, в скобках первичным двигателем. И он же определяет, дает определение с другой стороны. Как огромный автомат, составленный из многочисленных механических и сознательных органов, действующих согласованно и без перерыва, для производства одного и того же предмета. Так что все эти органы подчинены одной двигательной силе, которая сама приводит себя в движение. Вот в чем, так сказать, двусторонность этого определения. Вот первое определение, оно относится чисто фабрике, да, с технической точки зрения. И такая же фабрика также будет функционировать и при коммунизме, и когда угодно. А вот второе определение, оно дано именно для капиталистической фабрики. И тут вот очень важно, очень существенно, что на первое место здесь ставятся машины, а рабочие здесь не сводятся до сознательных органов. То есть есть бессознательные органы у машины, есть сознательные. И тут вот даже такой вот нюанс, что вот есть на этой фабрике основные рабочие, да, вот которые органы у машины. И вот тут нам пишет Макс, что существенное различие наблюдается между рабочими, которые заняты действительно при рабочих машинах. И сюда же относятся некоторые рабочие, которые заняты наблюдением за машинным двигателем или ее питанием. И между простыми подручными, почти исключительно дети, которые эту машину питают, подкрадывают под машину материал труда. Но это вот обе эти категории, это главные категории фабричных рабочих. А вот на виду с этими главными категориями выступает количественно незначительный персонал, который занят наблюдением за всеми машинами и постоянной их починкой. Например, инженеры, механики, столеры и т.д. Это высший, частью научно образованный, частью ремесленного характера, слой рабочих, стоящих вне кругов обычных рабочих, просто присоединенных к нему. То есть вот этих ребят Маркс вообще, говоря, к фабричным рабочим не относит. Но вот сейчас у нас, скажем, Шишкарев, наш товарищ Василий Иванович, который нагадчик автоматических линий на ЗИЛе, но, наверное, он все-таки рабочий. В арне парноправный, фабрично-заводской рабочий. Но вот во времена Маркса, видимо, градация-то была грубже, и не случайно он сюда отнесся инженеров. То есть мы ведь говорим о том, что инженеры — это вообще говоря, не рабочие, да? Ну, вот вы в самом начале сказали про космические корабли. То есть тяжело назвать того рабочего, который прикручивает игроки к рабочим уже, а все-таки на языке он же крутится инженером. Да, потому что научные сотрудники инженера. Поэтому тут квалификация уже рабочего, и это где-то грани, когда он еще рабочий, а когда он уже инженер. Нет, ну, карантин здесь очень простая. Если человек занят производительным трудом, починкой, а починка на что делать со стоимостью? Это производство стоимости? Конечно. Ничего. Конечно. Конечно. Она просто помогает переносить стоимость средств производства на... Из нерабочего станка делаем рабочего. То есть, стоимость отремонтированного станка выше, чем стоимость нерабочего станка не отремонтированного. Вот вы мне сломанные часы продаете, вы их почините, а потом я у вас их куплю. Нет, ну, это, омар. Вот мне продать дорожные подешевле, да? Ну да. То есть, я готов дорожный купить, только починить. Если производство идет, значит, прибалочная стоимость создается. Ремонт, то есть, да, ремонт — это проинаправное производство, отремонтированный автомобиль стоит дороже не отремонтированного. То есть, там прибавлено рабочее время. Да, 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 то есть, добавлена стоимость. Новая стоимость и перенесенная, как правильно сказали. Стоимость, скажем, средств производства, который использовались для ремонта. Да, еще он там краску использует, еще чего-то. Это уже средства производства. Да. С другой стороны, изношенная машина, она уже как бы уценена. Она уценена. А если в результате ремонта у нее заменить? Сходная цена меньше, чем цена новой. Это понятно. Но вот если на эту машину в результате ремонта поставить какие-то части новые, то у нее стоимость, соответственно, возрастет на эти части и на труд, затраченный при ремонте. И плюс расходные материалы, если использовать какое-то оборудование при ремонте, то переносится часть этого оборудования, постоянного капитала. Это все, так сказать, задействует. Ну вот и шоссмонавт, он пока в микроскоп на дрозофил смотрит, он здесь не рабочий. А когда он пошел гайки крутить, и пока он там, допустим, управляет космическим кораблем, наверное, тоже. Телескоп устанавливает. Управление космическим кораблем тоже, наверное, как рабочий получается. Когда он, я думаю, эту дрозофилу тут берет и себе ставит сюда под микроскоп. Так а там же нет производства никакого. Сфарку в космосе и так далее. Ну, с дрозофилами производства нет. Нет, ну в космосе, что же, делают там какие-то сплавы, которые невозможны на Земле. Нет, ну это вот вопрос тоже, Виктор Иванович. Какие-то микроорганизмы выращивают, лекарства, может быть. А вот, скажем, вот эти дрозофилы, вот Сергей Викторович говорит, что производства нет. А вот, допустим, ну, так пофантазируем, что вот много-много этих дрозофилов надо под микроскоп ученому подсовывать. И вот специальный рабочий стоит, и их подсовывает под этот микроскоп. Ну, и, так сказать, более близко, скажем, рабочий, обслуживающий научный стенд проведения эксперимента. Это же рабочие тоже. Значит, вернемся к исходному определению. Создание продуктов. То есть, товары, ну, продукты, товары, производства, товары, это продукт труда. Создается продукт труда новый, то это процесс производства, производительный труд. Я думаю, с дрозофилами не создаются, да, еще нет. Ну, вот смотрите, вот, скажем, мы вот, я в столькие грани, мы можем тысячи примеров привести и обсуждать, конечно. Нет, ну, давайте вот все-таки один пример, так сказать, рассмотрим. Вот, скажем, я писал диссертацию, я на стенд ставил амортизатор, потом снимал характеристики, потом его снимал, разбирал и так далее. Точно так же со мной в паре работал с лесок Сергей Сергеевич Тетянин, царство ему небесное. Вот мы занимались абсолютно одинаковой работой с ним, но я все-таки работал на свою диссертацию, на свою науку, я вот удовлетворяю научное любопытство. А вот Сергей Сергеевич, он, он, два парня, в эти операции, и, в общем-то, ну, за зарплату, и все. Поэтому вот он рабочий, рабочий. Но производит продукт, а какой-то вороне производит? Если бы я бы ему платил, вот скажем, я бы ему нанял бы, и я бы ему платил бы. Вот мое любопытство удовлетворяется, он для этого крутит гайки и так далее. Это да, может, мы производил он или нет? Нет, мы в кучу мешаем много вещей. Нельзя брать примеры из советской экономики, поскольку товары не производились. А это уже не советская экономика, это 92-й год был. Ну, какая разница здесь? Приходящая, скажем так, и так далее. То есть нельзя брать товары на производство. Вот сейчас, да. То есть сейчас он создает стоимость. Конечно. Ну, это мы от фабрики немножко от... Ну, ладно, отошли. Да, прошу прощения. Можно заметить, вот пропущено довольно большой процент рабочих, ну, специальности, но такие полуподсобники они. Но без них процесс невозможен на большинстве фабрик. А вот сказано, фидерс. Нет, это... Нет, ну да, но там это, да... Ну, вот прежде всего, вот механизаторы там, докеры в порту, грузчики на любой фабрике есть, такелажники. А транспортировка грузов, это тоже стоимость увеличивает. Создание стоимости, потому что груз, который перенесенный куда-то, он, в принципе, дороже стоит, чем не перенесенный. Замолеем терушка-порушка, да рубль-перевоз. Ну, вот фасовщики. Потом те, которые следят за инструментом, специально выделяются. Да, инструментальщики. Да, да, их там подтачивают, например, кладовщики, которые выдают, ну, например, замену изношенной рабочей одежды, с одной стороны, там каких-нибудь очков защитных. А кладовщик, это рабочий? С другой стороны, там тот же инструмент выдают. А кладовщик, это рабочий, он создает стоимость? Все правильно, это обслуживающие, все равно уже будет. Все равно, давайте, на фабрике, чем она отличается, рабочие становятся обслуживающим персоналом, они становятся придатком машины. То есть, если при манавке, фактуре они были, главную роль как бы исполняли, то есть, орудие было их продолжением, то сейчас рабочие становятся продолжением машины. Поднеси там, подай, протри. Это каждый по отдельности, но все-таки в целом рабочие, они, без них еще не будет. Не будет, да, но я имел в виду, что вот та квалификация, виртуозность рабочего, которая была при ручном труде, при манавкактуре, она намного выше, чем, а так вся эта виртуозность ушла машине. Чтобы этот основной штат рабочих работал эффективно, это что при капитализме, что при социализме необходимо, чтобы он был к началу работы обеспечен чертежами и всякими подсобными материалами и защитными средствами. Настроено было там освещение, вентиляция и так далее. Ну вот здесь вот Маркс по этому поводу пишет, что пожизненная специальность, управляя частичным орудием, превращается в пожизненную специальность служить частичной машине. Это вот, то есть, скуга машины, беспомощная зависимость от фабрики в целом и, следовательно, от капиталиста. Вот такие вот здесь слова употребляет Маркс. И умственно человек ограничивается, то есть ему дается одна специальность на всю жизнь, и у него нет никакого другого времени переучиться, ну, как правило, не говоря уже, там, обладаться за свои права. Машина не рабочего освобождает от труда, а его труд от всякого содержания. Далее вот тут Маркс приводит из Энгельса, вернее, ну, Энгельс приводит из такого фритрейдера, Малинария. Человек, ежедневно наблюдая по 15 часов за однообразным ходом машины, истощается много скорее, чем если он в течение такого же времени напрягает свою физическую силу. Этот труд наблюдения, который мог бы послужить полезной гимнастикой для ума, если бы он не был слишком продолжительным, разрушает, в конце концов, своей чрезмерностью и ум, и самая терра. Такое вот. То есть это вот и далее, вот тут хорошая очень фраза у него, фабричный кодекс, в котором капитал сейчас на правном порядке самовластно без разделения врастей столь дорогого буржуазии и беспредставительной системы, еще более дорогой для нее, формулирует свое самодержавие над рабочими. Вот это вот к вопросу, тут можно и вспомнить, что вот зачем фашизм нужен, да? Потому что и разделение врастей, и представительная система дороги для капиталистов. Поэтому лучше без них вот формулируют свое самодержавие. Это дешевле. И вот Энгис Писар здесь исчезает, и юридически, и фактически всякая свобода. То есть при буржуазной демократии вы там можете президента ругать, кого угодно, попробуйте просто поглядеть на мастера. Быстро поймете, что вы не правы. Вот это, что делает фабрика, и коротко мы пробежались по этому параграфу. У кого-нибудь есть еще что добавить? Ну да, наверное, там два момента важных есть в этом параграфе, которые следуют из капиталистического применения машин. То есть если при мануфактуре, которую мы раньше рассматривали, рабочий использует средства производства, орудия труда, производит продукты, то на фабрике все меняется на противоположную сторону. Вот эти объективные условия труда, средства производства, станки, они, можно сказать, используют, если можно так выразиться, рабочих, делают его придатком. О чем, говорит, Марс писал раньше. И это вот первый вывод. И второй, то есть получается рабочий, как придаток при машине, его функции урезанные, ограниченные, какие-то, самые простые. То есть рабочий подчиняется действиям машины. А из этого вытекает второй вывод. То есть доводится до совершенства функция надзора и контроля за действиями рабочих. Надсмотрщики не всегда есть, так сказать, и кооперация, и рабовладельство и прочее, но действия они доводятся до совершенства. И воплощаются в фабричном законодательстве, в трудовом распорядке и прочих-прочих необходимых элементах. И не только, вот Антон Сергеевич, у вас GPS есть? Есть. Да, вот контроль-то в принципе довольно-таки в год до миллиметра сейчас. И навигация, и видеонаблюдение, и все, что угодно. Сколько количества топлива, то есть это все контролируется. У водителей Горэлектротранса в кабинах стоят видеокамеры, и, не дай бог, там у тебя телефон зазвонит, даже зазвонить не то, что ты его взял, уже, так сказать, могут быть проблемы. То есть это вот совершенно верно. Спасибо, Виктор Иванович. Да, и тут еще он отмечает, Макс, что выгоднее намного фабрикантам, чтобы как раз-таки этот распорядок нарушали. То есть они будут... Да, 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 да. То есть тут интересные цифры приводятся, что там за 10 минут штрафа, за 10 минут опоздания взимается там чуть-чуть не дневной заработок. То есть это вот и фабриканту выгодно, чтобы рабочие нарушали. Ну и там всякие примеры, как там ворота закрывает мальчик, который там это делает на 5 минут раньше. Да, и там начинают бастовать работницы, а их за этот суд приговорят штрафом. Да? Ну они требуют, чтобы поставил часы с капиталистом. Да, вместо мальчика. Там пример, что рабочую дважды сажали в тюрьму за то, что он фактически уволился, предупредил, что он не согласен на условия капиталиста, дальше работать на него. Так его, значит, посадили на 2 месяца, он их отбыл в тюрьме, потом этот же фабрикант приглашает его, как бы хочет возобновить старый контракт. Рабочий отвечает отказом, вот, и фабрикант опять на него в суд подает, и этот суд в центре Лондона, рабочий, естественно, тоже наказывает контакта. Да, думал, что отсидел, освободим, а нет, как и стюрьмы выше, фабрикантом, ну-ка и сюда, отсидел, иди сюда теперь, отрабатывай дальше. Да, это функция контроля, она как бы, она с другой стороны... Да, ну, потом и постоянное мелкое жульничество фабрикантов. И упрощается, получается. За получение справки о возрасте, там, он, дескать, сам выдает, с подростка 10 шиллингов замирает, хотя это стоит 3 шиллинга где-то там. И вот с ростом информативности вообще, цифровой вот это, и я думаю, что, как бы, вот эта функция контроля, она, вообще-то, как бы, может быть, так сказать, деградирует маленько, потому что информативность высокая сейчас, и можно, как бы, менеджмент вот этот... Она доводится до совершенства. Она-то доводится до совершенства, а тот человек, который является контролем, который осуществляет контроль, вот он как, совершенствуется? Конечно. Тоже? Конечно. А до определенной степени, а вот когда информативность на высоком уровне, цифры? Все нужно контролировать все эти системы. Так, а вы думаете, вот там сидит кто-то и за вами и смотрит все время? Там, я думаю, какие-то эти самые... Все в записи ведет. Все в записи ведет. Так, я думаю, что фабрики у этого человека уже нет, кто осуществляет контроль. Вот. А там уже, как договоритесь? Давайте дальше поговорим. Нет, ну, а здесь не стоит еще обратить на то внимание, что фабрика увеличивает прибавочное рабочее время, ну, в смысле, вот, рост производительных сил. Или мы еще не подошли к этому? Нет, ну, понятное дело, до этого фабрика и делается, чтобы увеличивать и существенно рост, обеспечивать существенно рост производительных труда по сравнению с мануфактурой. Ну, это само собой, пока что... Дальше последствия пойдут. Это дальше, так, мы будем рассматривать. Вот, так что это здесь, оно, конечно, подразумевается. Значит, борьба между рабочим и машиной. Ну, здесь именно между рабочим и машиной, надо сказать. Вот, рудиты, это обычно источник всякого юмора, но, тем не менее, это было... Почти вся Европа пережила в 17 веке возмущение рабочих против так называемой бантмюля, ленточного станка. Машина для тканей ленты Горунов. Триная лесопильня, построенная одним гаранцем Брис-Лондона, пара жертвы бунта Черния. Еще в начале 18 века лесопильные машины, приводимые в движение водой, лишь с трудом преодолевали в Англии сопротивление народа, встречавшую поддержку парламента, между прочим. В 58 году, когда Эверет построил первую стригальную машину, приводившуюся в движение водой, ее сожгли 100 тысяч человек, оставшихся без работы. Вот так 100 тысяч человек подошли, да и сожгли. Поэтому и поддержка парламента была, попробуй не поддержи. Против кардавальных машин и чесальных машин Айкрайта, 50 тысяч рабочих, которые до того времени жили расческую шерсть, обратились с петицией к парламенту. Массовое разрушение машин в английских мануфактурных округах в течение первых 15 лет 19 века, направленное в особенности против парового ткацкого станка, известное под названием Движение Руддитов, подслужило Антиякабинскому правительству предлогом для самых реакционных насильственных мер. То есть вот это не пустяк была, это борьба Руддитов. Вот, ну, а теперь вот по поводу того, вот в результате роста предварительности труда происходит у нас что? Вот в период мануфактуры господство взгляд на разделение труда, как на средство заместить потенциальных рабочих. То есть тогда в связи еще с коронизацией и так далее, был дефицит, не было насыщения рынка. И поэтому, когда говорили, да, что Англии потребовалось бы 100 миллионов человек для того, чтобы при помощи старой плярки переработать тот хлопок, который сейчас при помощи машины перерабатывает 500 тысяч человек, то это не означает, что эти 100 миллионов, они отправились куда-то умирать с городу, про это гипотетические рабочие, просто вот 500 человек, которые реально работают, они заменили этих 100 миллионов человек. Ну, а с другой стороны, правовой ткацкий станок выбросил в Англии 800 тысяч ткачей на мостовую. То есть это вот в прямом смысле. В прямом смысле. И здесь приводится, что в 1938 году гибель английских хлопчатобумажных ткачей массовая наблюдалась. Многие из них умерли огородной смертью. Многие долго врачили существование со своими семьями на 2,5 пенса в день. А в Ост-Индии генерал-губернатор констатировал в 1934-1935 годах бедствию этому едва ли найдется аналогия в истории торговли. Равнины Индии белеют костями хлопка ткачей. Костями ткачей хлопковых тканей. Ну, да? А у меня хлопка ткачей написана. Ну, как-то это не по-русски. Ну, перевод с Кварцова-Степанова. Вложите с Кварцова-Степановна. Давно от него? Ткачей тут правильнее вообще было бы. Хлопчатобумажные ткани. Ну, это советская книжка. А это кто, кстати, переводил? Тоже такой переводил. Да это вполне по-русски. Хлопкоткачей, нормально. Ну, первый раз. Ну, ладно. Смысл понятен. Нет, не в жалористу. Что фабрика выбрасывает на улицу. Нет, ну, число этих ткачей-то умерших с голода сотни тысяч. Сотни тысяч выбросило мануфактурных рабочих. Нет, в Индии просто умерло с голода. Да, да. С 30 лет. То есть при автоматической системе тарант рабочего прогрессивно вытесняется. Не вписались в рынок. Да, у совершенства машины и пример-министров. Да они неудачники просто. Да, это если бы еще Гайдар со своими премьер-министрами бы там еще повышали бы производительность труда, так вот это еще было полгода. Они же уничтожают производство. Вот они как логиты себя ведут. Они разрушивают фабрики и заводы. Население России-то вымирает не от того, что производители не страдают труда, так резко выросли, а от того, что разрушается производство. Ну, в каком-то смысле, да. В конкуренции, можно сказать, в результате в том числе конкуренции с гораздо более могущественными западными компаниями, которые несопоставимы по капитализации и своим возможностям с нашими. После того, как разрушили министерство, выяснили, что ну кто такой автоваз. Автоваз это копейки по сравнению с мировыми гигантами. Конечно, он не может нормально с ними конкурировать. И да, здесь у нас аналогия с Индией в каком-то смысле. Вот сокращение. А у нас насколько сократилось население? Тут, я думаю, с учетом того, что оно должно бы еще и вырасти, то я думаю, здесь счет идет на миллионы хорошие. Больше, чем по результатам Великой Отечественной войны. Ну вот статистики, данные такие приводятся по-разному. Кстати, любой из нас, вас, слушатели, могут посчитать. Даже ввели в наши российские буржуазные статистики такое понятие сверхсмертность. То есть есть понятие смертность. В любой стране люди умирают от разного вида причин. Естественной смерти, от болезней, от преступников убивают их, от дорожно-транспортных происшествий и прочее, прочее, прочее. Это смертность. А вот в России есть еще такое, как сверхсмертность. И вот туда попытались спрятать, поскольку есть жертвы капитализации России. Цифры разные приводятся. Но если вы возьмете ручку, карандаш, листочек, калькулятор, посчитаете, получается 12 миллионов. Вот вы обратите внимание, возьмите 90-й год. Смертность России составляла полтора миллиона человек. 89-й, полтора миллиона от всех видов смертей. И вот пошли 91-й за 2 миллиона. Сразу резкий рост. 2,200, 2,300. Вот это разница и получается сверхсмертность. Это вот итог капитализации России. В том числе и, прежде всего, разрушение экономики. Ну и эти инвестиции, которых-то демократы жаждали, они сплошь и рядом, а возможно и большая часть, были направлены на то, чтобы скупить наше хорошее производство и его ликвидировать. Ну причем даже были тут инвестиции. Вот скажем, Сестровицкий инструментальный завод, вот его якобы купил этот американец для того, чтобы уничтожить. Что-то как-то очень уж упорно морчат на тему, за сколько его продали. Не исключено, что его просто так американцу отдали. За красивые глаза. Да, вот поэтому это здесь эти инвесторы. Значит, ну тут есть такая в ремарке, это отчет инспектора фабричного от 31 октября 1963 года, страница 109 этого отчета. Значит, когда начался хлопковый кризис, в начале 1967 года фабриканты прибегли к своему обычному средству к понижению заработной платы на 5%. Рабочие оказали сопротивление и заявили, теоретически это было совершенно правильно, что единственное средство помощи – работать сокращенное время 4 дня в неделю. После продолжительного сопротивления господа, которые сами называют себя капитанами промышленности, должны были согласиться на этом. Причем в некоторых местах плата была понижена на 5%, а в других же осталась без изменения. То есть вот так, вместо 5 дней 4 дня, раз меньше хлопка требуется, значит надо работать меньше, правильно, вместо 5 дней 4 дня. И заработная плата осталась без изменения. И только в некоторых местах была понижена на 5%. А работали вместе меньше на сколько, 6 дней это, и 1, а, 4 дня, 4 дня в неделю. Но это вместо 6, это сколько, это получается на треть меньше работы. Меньше работали на 30%, на 33%, а заработная плата была понижена на 5%, а в других местах осталась без изменения. Вот это вот надо брать нашим товарищам. Давний опыт английского пролетария. Вот тут еще таблицы по изменению числа фабрик, станков ткацких, веретен на них. Да, да, да. Чисто на работу. Ну, интересный же эффект получается, что сначала фабрика рабочих, мануфактурных выбрасывает на улицу, на произвол судьбы, а потом с ростом количества фабрик получается обратный эффект. То есть, товар начинает продаваться активно в колонии. Ну, помимо решения, то мы сейчас посмотрим. То идет рост, диалетическая такая штука получается. Вот уже часть выборочных рабочих. Безмарова, две сотни лет, постоянно в результате производительности труда высвобождаются рабочие. И вот мы сейчас почитаем, здесь увидим, что все время вот эта иллюзия, что вот рабочим пришел конец, рабочих больше нет, рабочего краса больше нет, его заменили машины. Но число рабочих, поэтому, если посмотреть, большой отрезок времени, все время растет, 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 неумолимо. Видите, что это Марс Пешкапитал громогласно и с обдуманным намерением возвести о этой машине, как о силе враждебной рабочему. И он пишет, что в настоящее время устранен весь класс рабочих, которые зависят исключительно от своего искусства. Благодаря новым механическим усовершенствованиям я сократил число взрослых мужчин с 1500 до 750. Дарья Юр, вот этот самый, который мы в начале определения фабрики приводили, пишет. Наконец, капиталисты постарались освободиться от этого невыносимого рабства, то есть от тягостных для них условий договоров с рабочими, призвав на помощь ресурсы науки. И скоро они были восстановлены в своих законных правах, в правах Горовы над другими частями Тера. Об этом изобретении для шехтования основы, вызванном статчикой, он говорит. Орда недовольных, мнившаяся непобедимой за старыми укреплениями разделения труда, увидела, что ее захватили франковым нападением и уничтожили современной механической тактикой. Ей пришлось сдаться на мирости гнев победителей. Вот. И здесь вот проходит такая мысль, что забастовки, несомненно, являются двигателями прогресса. Хотя здесь Юр дальше пишет, тот же самый Марс приводит эти слова, что какие дураки рабочие, что они бастуют, потому что они этим провоцируют капиталиста на внедрение новых машин, кстати, которых вышвыривают на улицу. Но, тем не менее, в целом тенденция идет и к росту производительности труда, и к научно-техническому прогрессу, и к росту рабочего класса. В конечном итоге рабочих рук требуется все больше и больше. И сейчас мы видим, что, несмотря на всякие выкрики о том, что рабочего класса больше нет и так далее, даже в России при всей деиндустриализации имеются десятки миллионов фабрично-заводских рабочих. А если взять мир в целом, то, конечно, карасально растет число рабочих на сотни миллионов за год и за счет Китая и других стран. В которых наблюдается бурное развитие промышленности. По некоторым оценкам, рабочих сейчас в пять раз больше, нежели в период Великой Октябрьской социалистической революции. То есть, тогда было в порядке четырех миллионов, сейчас 22 миллиона. Это в России. В России, да. Это несмотря на территории России. И по территории, там Россия была больше, ко всему прочему, Российская империя. Это она была из Украины, из Донбасса, больше. Чем на Российской. А, больше нет. Да, то есть, получается, сейчас в пять раз потенциально выше возможности для революционной ситуации. Да, конечно. Если еще учесть, что работа сейчас грамотная, то это, конечно. Да, читать и писать умеют, в отличие от периода Великой Октябрьской. Вот этого Юра, который паит вот это капиталистическое производство и капиталистическое применение машин. У него такое совершенно раздвоение сознания при анализе, как влияют забастовки и прочее возмущение рабочих на технический прогресс, как они взаимосвязаны. Вот, и несправедливо обвинять машин, он пишет, будто они ведут к уменьшению зарплаты взрослых, отъясняя известную часть последних, благодаря чему их число начинает превышать потребность в труде. Но машины ведь увеличивают спрос на детский труд и таким образом повышают его заработки. Да, да, мы не отметили, ну, вернее, мы раньше отмечали, что машины позволяют уже и женщин эксплуатировать, и детей. Да, то есть это был подпункт, да, был, подпункт, да, такой цинизм, да. Да, 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 что рабочие становятся продавцом своей жены. Дети уже в дошкольное время начинают зарабатывать, и сплошь и рядом, может быть, в итоге они становятся кормильцами семьи, потому что капиталистам в конце 19 века в той же Англии сплошь и рядом выгоднее было нанимать, да, как предаток машин детей, чем взрослых. Вот, два-три раза детям можно меньше было платить. И следующий параграф – это теория компенсации относительно рабочих, вытесняемых машинами. Ну, и Дарья Маркс перечисляет ряд буржуазных экономистов, которые пишут о том, что в результате вытеснения рабочих машинами у капиталиста растет прибыль, и за счет этой прибыли могут быть созданы рабочие места для всех высвобожденных рабочих и даже еще и больше. Ну, а это вот показано, далее Маркс убедительно здесь показывает подробно, что это не совсем так. Вот, к сожалению, и даже совсем не так, к сожалению, вот, я как-то не подумал, что надо было взять на чем пописать. Давайте поставим. Значит, ну вот Маркс здесь приводит такой пример. Вот у капиталиста 100 рабочих. 100 рабочих. Значит, каждый из них получает в год 30 фунтов стерлингов, соответственно, за год это 3000 фунтов стерлингов. Как вам там пишется? Вот. Предположим, в результате применения более предварительных машин у него остается 50 рабочих. Соответственно, зарплата у них теперь будет 1500. 500. Вот. А что у нас видим мы здесь? Подсказывайте, что вы сидите-то? Он это, технику закупает, вот этого. Значит, высвобождует все. Соответственно, значит, сырой материал по-прежнему стоит, то есть материал, он затрачивает столько же. Материал. Ну, Макс приводит пример, что это 3000 фунтов. То есть он остался прежним. Таким образом, раньше затраты на рабочих и на материал, ну, здесь под материалом, видно, имеется в виду износ станков и оборудования. То есть это не материал, строго говоря, а средство производства. Вот. И на половину из... А, не-не-нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Особо... При старом вся затраченная сумма 6000. На половину из... Теперь она состоит... Составила на половину из постоянного. А, нет, раньше имеется в виду... Не понял, да-да-да, я здесь забыл. Раньше имеется в виду, у него машины не было. А теперь у него он купил машину за 1500 фунтов стерлинга. Да. Вот, то есть. Значит, теперь он купил машину. Да, 90-ти. Купил машину. Машину. Значит, за 1500. Значит, у него теперь постоянный капитал в составе 4500, да? 500. Это С. Вот, а переменный капитал... Полтора тысячи стал. Тысячи. Вот. А что мы тут видим при этом? Переменный капитал составляет из четверти капитара. И вместо высвобождения здесь происходит связывание капитара в такой форме, в которой он перестает обмениваться на рабочую силу. То есть происходит превращение переменного капитара в постоянный. И так далее. То есть с каждым улучшением машин он будет нанимать все меньше и меньше рабочих. Вот. И вот положим, если бы вновь вводимые машины стоили меньше, чем сумма стоимости вычисленной рабочей силы, то есть это вообще говоря не по Эльмееву поступил этот капиталист. То есть он купил машину за 1500 фунтов, чтобы вычислить рабочих опять же на 1500 фунтов. Не по Эльмееву и не по Марксу. И не по Марксу тоже. И не по законам капиталистического производства. Да. Которые навязываются им как принудительные законы конкуренции. Да. То есть... Речь идет о другом. Маркс рассматривает вот эту концепцию компенсации и на этом примере не показывает, что они не правы. Там два выбора он делает. То есть он показывает, что даже если машина будет меньше стоить, вот это он здесь взял крайний случай, что машина своей стоимостью заменена раз. И видно, что она, так сказать, в таком случае она вообще ни одного рабочего пристроить не удастся. Но сколько бы меньше не стоила машина, ясно, что она не ноль стоит. Поэтому всякое число вновь набранных рабочих за счет вот высвобождения этого капитана, оно будет всяко меньше уволенных 50. Он там приводит пример 16 рабочими и так далее там нанятыми. Это первое. И второе, вот эти полторы тысячи, они ведь полторы тысячи в денежном выражении имеют натуральное выражение в средствах существования для рабочих. То есть вот эти 50 рабочих, увольных, раньше шли в магазины и покупали на полторы тысячи фунтов средства существования, то есть предметов потребления. Теперь этот рынок теряется, скукоживается. Соответственно, произойдет сокращение и производства, и рабочих в отраслях, производящих предметы потребления. Второй вот. И что же делать? Получается, что повышая производительность труда, все скукоживаешь. Нет, это он ответил просто на теорию компенсации, когда вот эти вот, так сказать, экономисты говорили, что это не полторы тысячи, чистую экономятся и направляются на новое развитие. На самом деле это не так. Маркс только дал ответ на их тезис. А что происходит, это следующий параграф, который называется отталкивание и притяжение. То есть на самом деле идет противоречивый процесс. То есть выталкивание из производства лишних рабочих, и снова притяжение их. А новый уровень уже? Нет, новый уровень, там, рабочие места. И там два фактора. А это усугубляет положение? Что? Усугубляет положение. Почему? Идет противоречивый процесс. Нет, нет, это так сказать, что есть. А пристадыхание. Этот пессимистичный вывод, он просто сделан. Процесс развитие капиталистического производства. Просто я не хочу забегать вперед. То есть здесь, значит, не взято ни одного рабочего. Значит, нельзя взять ни одного рабочего. Такое такое, что усугубляется положение, не рассматривается. Взять. Просто обычный процесс. Ни одного рабочего. Значит, и сколько бы машина дешевая это ни была, никак нельзя все равно будет взять больше, чем уволена. То есть вот это вот суть. Иллюстрация несостоятельности. Вот этой вот теории компенсации. Ну и далее Марк здесь, надо сказать, здесь довольно объемный этот параграф. И Марк здесь довольно обидно приводит примеры. Ну тут довольно много интересных вещей. Но вот я думаю, что нам уже... Ну вот здесь, из этого параграфа, ну, ближе к концу. Нет, ну не ближе, ну где-то в середине. После введения машинной техники, как и до него, в распоряжении общего находилось все такое же. Или большее количество жизненных средств для освобожденных рабочих. Если оставить в стороне огромную часть годового продукта, который расточается неработающими. И в этом зацепка экономической апологетики. Противоречия антагонизма, который неотделимы от капиталистического применения машинной техники, не существует. Ну это Марк, скажет, как бы представляет рассуждение буржуазных экономистов. Потому что они происходят не от самой машинной техники, а от её капиталистического применения. Так как машинная техника сама по себе сокращает рабочее время, между тем, как её капиталистическое применение удлиняет рабочий день. Так как сама по себе она облегчает труд. Это что на самом деле происходит в Марсе. Капиталистическое же её применение повышает его интенсивность. Так как сама по себе она знаменует победу человека над силами природы. капиталистическое же применение порабощает человека с силами природы, так как сама по себе она увеличит богатство производителя, в капиталистическом же применении превращает его в паупера, то есть нищего. И так далее. То буржуазный экономист в ответ на это просто заявляет, что рассмотрение машинной техники самой по себе как нельзя убедительно доказывать, что все это очевидные противоречия, просто внешняя видимость, банальная действительность. Сами же по себе, потому и в теории они вовсе не существуют. Таким образом он не ломает голову напрасно и кроме того приписывает своему противнику такую глупость, будто он борется не против капиталистического применения машинной техники, а против ее самой машинной техники. Ну да. И вот то, что актуально сейчас. Ближайший результат введения машин заключается в том, что они увеличивают прибавочную стоимость и вместе с тем массу продуктов, в которой она выпрощается. Следовательно в том, что вместе с той субстанцией, которую потребляет крас капиталистов и его клика, они увеличивают и самые эти общественные сраи. Возрастание богатства последних и постоянное относительно уменьшение числа рабочих, требуемых для производства необходимых жизненных средств, порождают вместе с новыми потребностями в роскоши и новые средства их удовлетворения. То есть вот эти все яхты 200 метров и так далее, они вот не сейчас были. И далее вот здесь хорошо. Чрезвычайно повысившаяся производительная сира в областях крупной промышленности сопровождается, как это обычно наблюдается, интенсивным и экстенсивным ростом эксплуатации рабочей сиры во всех остальных отраслях производства. Дает возможность непроизводительно употреблять все увеличивающуюся часть рабочего краса и таким образом воспроизводить все большими массами старинных домашних рабов под названием краса прислуги, слуг горничных, ракеев и т.п. То есть вот сфера обслуживания, как сейчас сказали бы. Ну и еще этот, он хорош фраза с сравнением, то есть, ну, четверть абзац сравнения рассуждения буржуазного экономиста с рассуждением Блавареза Сайкса, что, конечно, этим горло было перерезано, но это не моя вина, вина ножа. Неужели из-за таких временных неприятностей мы имеем употребление ножа? Не приносит ли он спасения в хирургии, не служит ли он орудие науки в руках анатома? В завершении всего разденошной услуживанию помощника веселого застолья. Уничтожьте нож, и вы отбросите нас назад глубочайшему варварству. То есть буржуазные экономисты, они настолько зашорены у них сознанием, что применение другой формации машинной техники более, в итоге, эффективное, но не доставляющей прибавочной стоимости частным капиталистам, для них это нонсенс. Так, еще кое-нибудь есть что добавить? Ну, потом вот еще, во времена Маркса тут было само собой, ну, по крайней мере, и по рассказам его отца, и по положению перед гражданской войной в США, отчасти в ходе ее, ну, вот написано, что касается сырого материала, ну, здесь все для хлопка, перерабатывающей промышленности, для хлопка, то не подлежит, например, никакому сомнению, что бурное развитие бумагопределья не только форсировало возделывание хлопка в Соединенных Штатах, а вместе с тем и африканскую рыботорговлю. Притом, с 1 января 1808 года рыботорговля по законам США, то есть, ввоз рабов США, это было контрабандной, то есть, переравнилось пиратству. А на самом деле, для Южных Штатов, где без рыболодения этот... Рост гигантской, гигантский рост хлопковой плантации был невозможен. Вот эти изобретения хлопкоочистительных машин было гигантским стимулом для контрабандного ввоза миллионов и десятков миллионов рабов из Африки. И на это, естественно, закрывали глаза и те же нью-йоркские банкиры. Да, ну так вот, закончить-то на чем, наверное... Ну, это цифра, что в 1690 году перепись рабов была там меньше 700 тысяч, показывал их, а к гражданской войне было примерно 4 миллиона. Значит, мораль этой седьмого параграфа, как я понимаю, в том, что повышение производительности труда и внедрение новых машин ведет к высвобождению рабочих рук, которые вот в данной замкнутой системе не компенсируются, и их уменьшение не компенсируется, и рабочие руки, эти, они вытесняются в частности в другие сферы, в сферу обслуживания, ну, а также вытесняются какой-то процент... Новое производство. Ну, тут про новое производство не говорится. Пока нет. Пока нет. Вот, но мы-то это знаем. Но тут еще вот говорится, что в том числе и в эксплуататорские сфаи происходит определенное вытеснение. То есть кто-то из этих рабочих становится и приходит в разрядных сфоти. Или в их обслугу. Или в их обслугу, да. То есть... Давайте закончим. Сейчас прошу. Ну, на этом... Следующее у нас получается отталкивание протяжения рабочих. Да. То есть, а теперь посмотрим, что же происходит в церковь. Здесь как бы ознакомиться с этим параграфом. Мы могли сделать вывод, что число рабочих неуклонно сокращается, и здесь только в обслугу все переходят. Но на самом деле, в целом, картина, она другая. Вот поэтому Москва и Ленинград так растут. Потому что высвобождаются там рабочие и приезжают всегда в обслугу. Дорогий товарищ, можно высказать замечание по ходу ведения и предложить? Да. Значит, если бы мы сами по себе здесь обсуждали, было все замечательно. Мы работаем на тех, кто должны слушать. Они увидят две вещи. Все нормально шло, за исключением двух моментов, которые мне показались не должны быть. Первое. Злоупотребляем. Цитируем, читаем. Да. Товарищи сами могут почитать. Надо своими словами объяснять. Вот так вот, или как вы выводы делали. А читать меньше. Можно, это допустимо, но нельзя злоупотреблять. Это первое. Не могу запомнить, уже памяти нет. И второе. На 100% исключить, вот у нас было два момента, когда была пауза, и сидят раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек, и слистают, че-листают, вот че-листают, это с полностью исключением. Это показывает и нашу некомпетентность. Поэтому предложение, у нас четыре параграфа. Так, их надо бы закончить. Я сейчас на обсуждение предлагаю вернуться к нашей испытанной методике, когда два человека, один основной и подстраховщик, два, готовят парадов. Если нет других вариантов. То есть вот то, когда вроде как все должны прочитать, выясняется, что вот не совсем. Да, вот так. Если никто не купит. Это, может, мое предложение. Нет, это предложение совершенно правильное. Вот три больших параграфа. Тут на индустрии игрокультуры. Основной, конечно, седьмой, на мой взгляд. Три страницы. Вот, может, три человека и возьмут седьмой. И прочитают. И все вот как конченаш. Три читают. Тогда мы встречаемся в апреле. Пятого апреля. Правильно? Четыреста. Да. Ну, здесь замечательно. Здесь страницы. Ну, вот он, двенадцать страниц седьмой. Я думаю, вполне осилить можно. Следующий, восьмой. Двадцать страниц. Ну, там, там есть и содержательность, частью, много исторических экскурсов. Седьмой софт, восьмой, и девятый. И девятый. Седьмой. 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 Седьмой.